Здравия соратники! Вот очередное подтверждение того, что критика цельнозора это диагноз на сей раз. Не хотелось бы делать это видео, потому что глобальный вопрос, ну не очень большой канал с не самым таким глубоким контентом. Они сильно даже вводят в заблуждение людей, по крайней мере ранее. Ну вот глобальный вопрос, Роман, он зачем-то, видимо желая как-то подыграть Жене. Вылил кучку какашек, не совсем обоснованных и непонятно. Ну, я благодарен Роману за то, что он тоже показал свое истинное «Я», и тоже хотел бы немножко ответить. И можно даже детально, в отличие от него, я все свои слова буду комментировать, пояснение. Прошу, кто хочет обращать внимание вот на эти тут идущие сообщения. Они довольно интересные. Автонастройку попробую побольше сделать. Например, вот. Здесь, наверное, должно быть поярче. О чем сегодняшний стрим? Сегодняшний стрим о том, что получено очередное подтверждение того, что критика цельнозора это диагноз. И диагноз того, что, ну, люди, мягко говоря, предвзяты и ничего, по сути, сообщить не могут детально. И я могу это доказать. Вот этот очередной стрим мы будем слушать немножко из этого стрима. И я немножко буду комментировать. Хотя жаль на это убивать время людей, соратников. Но это просто классический пример работы тролля, который ни одно свое слово не мотивирует. Много врет, и я об этом расскажу. И в подтверждении цитирует Библию, в подтверждении своей позиции. То есть классика, классика поведения троллей, цеховика, который защищает какую-то официальную историю. К примеру. Слушаем. Кое-что, наверное, стоит послушать. Себя открывает, обнажает и показывает свою настоящую сущность. Потому что, вот, наверное, он про себя говорит. Ну, смотрим, это началось все с Жени Макарова. И затем в основном говорил глобальный вопрос. Ну, кому не жаль время, можно послушать. Давайте послушаем. Хотя у меня более 80 роликов уже в плане. И по глобальным вопросам того, что в мире происходит. И по мудрым рунам, и троллям, опять же. И по развитию ситуации в России, которая, ну, очень печальна. Тем не менее, ну, сейчас вот с пылу с жару, кое-железо пока горячо. Не ответить, наверное, было бы, ну, некое упущение. Ответить надо, потому что, ну, зачем проглатывать. И просто нужно еще раз проиллюстрировать работу троллей. Это пустопорожний наезд. Ее скрыть нельзя, понимаете? Она есть, и от нее никуда не денешься, потому что это вот он. Ее нельзя не есть. В общем, дорогие, сейчас я это самое отвечу на комментарии у тебя. Серж пишет, вы с председателем конфликтуете? Нет, ни в коем случае. В моем понимании, председатель один из более-менее адекватных блогеров, ну, который не несет полнейшую дичь. Мне, кстати, нравится, как он делает ролики. Вот, но общения у меня с ним нет как такового. Я с ним даже, по-моему, ни разу не переписывался, ничего. Ну, может, перейти сразу к сути. Немножко посмотрим, потом перейдем к девятой минуте, там самое интересное начинается. Нажимай, не бойся. Я уже все поменял. У нас был разбор фильма. Сейчас я вспомню. Он на меня там тоже как-то влиял. Это заметила, кстати. Женя говорит, что я на него как-то влиял. Ну, разбор фильма-замысел, наверное. Ну, это общение. И опять необоснованные предъявления, предъявы, наезды. Ну, это лишь начало цветочки. Дальше будет интереснее. Заметила наша хорошая товарищ. Ну, опять же, никаких своих подтверждений, а лишь ссылка на кого-то еще. Ну, это можно купление какое-то пролистать. И вот дальше. Занимается обманом своих подписчиков. Ну, вот опять. Опять голословое подтверждение. В чем обман? Скажи, пожалуйста, Рома. И дальше. Я же говорю, доказательств будет много. У нас трим веселый будет. Вот веселый будет. Ну, вот давай. Конкретное доказательство. К примеру, чего? Что происходит? В чем я обманываю? Вот. Руслан, спасибо. Говорю. Илья честен, бабло не просит. Да. Моя позиция, она примерно открыта. Вот дальше. Позитивные отзывы пока еще не банятся. Потом будет жутко баняться. Для чего я сделал разрешение получше. Анализ его поведения и видео не вызывает негатив. Потому что все по фактам и без перехода на личности. А тут же, Рома, переход на личности. Критика не меня и моей позиции. А какого-то моего прошлого. И Моны, с которой Рома вообще никак не общался. Но это низко. Самое интересное, все-таки, я буду комментировать. Да, кстати, я вынужден, извини, Женя. Да, Харкор говорит, если есть сила. Скверза какая-то. Если есть сила, то ее не использовать глупо. Ее не получится не использовать. Потому что каждый должен быть своим собой. Если слон ходит по земле, а рыба в воде, то, ну... Есть сила у рыбы. И глупо ее не использовать. Ну, то есть, я есть я. Нужно всем быть собой. Если что-то утверждаю за... Сила, как известно, в правде. За моими словами стоит правда. Как их не использовать? Как эти информации? Информация тоже сила. Интеллект сила. Ее невозможно не использовать. Благодарю за позитивные отзывы, комменты. Которые затем будет Женя банить. Несчадно. Тебя прервать. Я приглашаю Цельнозора в этот эфир. Я думаю... Да, Роман, я тебя тоже приглашаю на запись этого ролика, чтобы ты что-то откомментировал, либо возразил. Точно так же, как и ты меня пригласил. Уже начав запись. Аналогично тем же концом, по тому же месту. Рома, ты приглашен. Возражай. Сейчас смотрит, он явно увидел эту картинку, ты знаешь. Ты явно смотришь, явно знаешь. Вот, давай, действуй. Илья, скайпы наши, вот можешь присоединиться. Вот, и ты тоже знаешь мой скайп, звони. Вот, скрин экрана идет. Вот тут, если что, я покажу. Скайп, вот тут. Ужимусь, чтобы было видно, что никто мне не звонит. Это вот здесь вот WhatsApp. Пожалуйста, телефон тебе мой известен, можешь звонить. Да, пусть подходит, пожалуйста. Объяснит что-нибудь, расскажет, покажет. Да, вот это присоединяйся, расскажет. Женя тоже присоединяйся, рассказывай, показывай. Ты же меня пригласил. Говорить о человеке вне человека, это как бы неправильно. Да, 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 но тем не менее вы это делаете, конечно. Поэтому я считаю, надо, чтобы ты присутствовал. Ну да, нет, ну как бы есть аргументы, есть контраргументы. Это так должно быть. Смотри, Ром, ну он же себе позволяет так делать. Как? Ты начал первый, потом ты сделал ролик по плоской земле, затем ты сделал ролик, обсирающий меня, и уже затем последовал мой ролик. Проверь хронологию. Мой ответ о тебе. Причем на личности я не переходил, в отличие от тебя здесь. Я тебя не ругал, я обсуждал твою позицию и говорил, что ты вольный или невольный, но льешь воду на мельницу врага. Как раз таки официалов, которые одной рукой официальную историю раскручивают, а другой стороной, это левая и правая рука, другая рука сделали вброс про плоскую землю. Я уже рассказывал, для чего и зачем. На этой теме мы разошлись во мнении, что нормально, Женя. Ты же говоришь, всего лишь мое мнение, что земля плоская. Ну, все, всего лишь твое мнение, оно не учтено. У меня тоже есть право свое мнение иметь. Но ты вот опустился до такого уровня. Ну, получай ответ вместе с Романом. Слушаем дальше. 10.39. Говорю, должны заниматься органы. Но есть подозрения. Да, у меня есть подозрения, что тобой, мошенникам, Роман, должны заниматься органы. У меня есть такие подозрения тоже. Вот мое мнение, я считаю, что Илья занимается нехорошими делами по отношению к другим людям. Аналогично у тебя. Нехорошие дела есть по отношению к другим людям. Я это давно еще заметил. Я ему написал, он это знает, когда начали у меня... Ссылку в студию. Роман, что ты писал мне? Когда? Любое мое утверждение я подтверждаю ссылками. Либо объясняю, почему ссылок нет. Но подавляющее большинство... Вот я бы вот эту переписку поднял. Но тут много удаленного. Потому что удалил ты, Женя. К сожалению. Доказательство хотя бы одного звонка перед стримом мне. Кто меня куда звал. Тут Женя мне написал, что они меня звали. Вот я отвечаю. Как я получаю? Как мне карма прилетает? Я отвечаю, почему это не так, например. И люди отвечают. Но он сам удалил. Я его не банил. Ему отвечают. Потому что он там перешел на какой-то стриптиз и прочее. Боженьки Илье, молимся. Дурачок совсем. Это у тебя, боженька. Это у... Он не смог вывести условно дискуссию там. Поэтому удалился сообщение, чтобы я опять не показал. Он знает, что я показываю его мозговысеры. Чтобы подтвердить, что ничего не является моей фантазией. А вот он фантазирует. И чтобы скрыть то, как он громко пукнул мозгом, удаляет все. Ну, вот когда я не могу показать его сообщение, я объясняю, почему я не могу показать его сообщение. Он сам все удалил. Я его не банил. Пусть покажет, что он забанен в этой группе. Скрин, пожалуйста. Также запись экрана. Вот, входит в группу. И от своего аккаунта. Вот, официальный. У меня все открыто. В отличие от него. Слушаем дальше. 11.04. Ну, немножко послушаем. У меня в ленте ВК появляется вот этот дичь с этой моной. Постоянная вот эта вот... Ну, дичи можно и о его творчестве сказать. Ну, дальше. Извините, я ему написал, Илья, извини, я исключаю тебя из ленты. Нафиг, мне эта дичь не нужна. Он постоянно... Вот подтверждение того, что он это написал. По-моему, я перестал общаться, потому что он начал ерунду говорить. Ну, да. Вот. Но, понимаете, когда человеку реально заняться нечем, он начинает во всех видеть врагов. Или их придумывать. А почему? А потому что, когда человек... Ну, понимаете, история такая, что я стал делать больше видео про плоскую землю. Нет. Опять врешь. Не в том, что ты делал видео про плоскую землю. Суть. А суть в том, что потом ты не внял доводом рассудка. Я в видео сделал ролик о том, как все начиналось. И ты опять передергиваешь. Не в этом дело. И дело не в том, что кто-то начинает видеть врагов, паранойт. Да вот оплавленные колонны, вот закопанные этажи, пожалуйста. Кто это сделал? И я рассказываю и показываю. Что они побомбили и улетели? Да нет, конечно. Все это осталось здесь и начали наше общество преобразовывать по окну Овертона. И вот за 200 лет во что это все превратилось и к чему идет, я тоже рассказываю. Это не поиск врагов. Я лишь рассказываю, что происходит сейчас и что за этим стоит. Не нужно опять передергивать. Женя. Вот очередной пример того, как работает роль. Это очень важное показательное видео работы одного цеховика Романа и добросовестно заблуждающегося Евгения. Так, тематикой ты увлекся как-то, мне понравилось просто. А почему бы нет? Понимаете, человек-альтернативщик, он такой, что увлечется этой темой, побудет в этой теме. Потом вдруг... Ну, это все равно что сказать, что человек-существо свободное. Сегодня там он считает, что он мальчик, завтра считает, что он девочка, послезавтра считает, что он инопланетянин Гоша. Бесполый, так к примеру, или там и так далее. Ну, в общем, абсолютный бред. Если дважды два, четыре, этому нет относива. Нельзя считать, что сегодня пять, завтра восемь, потом по ситуации три. Ну, как так? Ну, вот почему-то Евгений так считает, что так можно менять свое мнение. И дальше он это не один раз будет утверждать. Другой, а может быть сразу в нескольких. Это не означает, что он стал конкретно приверженцем этого или другого. Ну, вот на 17.00 четкие цитаты из Библии идут. Тоже пример работы тролля. Своих доводов не хватает. Отсылка к авторитету и к безымянному и безусловному авторитету, в который просто все должны верить. Серьезного много чего. То человек приходит на личности. Начинает просто, ну, для начала делать разборы. Это называется осуждение. Кстати говоря, в христианстве осуждение – это один из самых ужасных грехов. И считается, что те, кто осуждают, – те последователи антихриста. Это для христиан, я сказал. Ну, замечательно. Вот все. Проект доводов не хватает. Еще интересные вещи. Учить не нужно, потому что прогресс – это развитие, регресс – это, наоборот, откат назад в развитии. Не знаю, к чему, потому что регрессологами ни я себя не называл, ни Мона себя не называет. Почему занимаемся это не регресс? Ну, да, есть регресс, имеются воспоминания. Есть движение вперед в видении, ну, как бы прогрессивное видение, есть регрессивное, да. И что? Есть вперед, назад, форвард и бэквард. И что? Можно тоже не по-условно, там, латински сказать, древнелатински, потому что это все оттуда. Из латыни, перас, пера, дастра, прогресс, регресс, или из английского. Ну, может, другими словами надо. Ну, какая разница-то? То есть деградация. Названо правильно. На самом деле правильно. Ну, есть же, как бы, вот, как ни прискорбно, есть у нас на Земле такие люди, которые склонны верить сказке, уже будучи взрослыми, да. То есть видят какие-то потусторонние вещи. Вы прекрасно знаете, как я отношусь к разного рода вот этим, ну, по моему мнению, это шарлатаны, потому что они, деньги получаются людей обманным путем, не давая реалии. Ну, пусть это говорит. Реально ничего взамен, понимаете, есть понятие, как неоказанная услуга, да, то есть деньги взяты, услуги нет. Вот, допустим, опять же, пример с хлебом. Ты платишь деньги, ты получаешь хлеб, ты его кушаешь, это несет тебе пользу. Эти же люди придумывают такие... Ну, опять же, хлеб – это товар, а есть понятие товара, есть понятие услуга. Услуга – ты платишь за интернет-связь, и ты не получаешь ничего материального в ответ. Ни-че-го. И люди разочарованы, опять же. Ну, опять же, Рома, это все твои фантазии. Дальше я немножко больше об этом расскажу. То же самое можешь сказать, что многие люди оказывают пустые услуги. От психологов до проституток. Ничего материального никто не получает. И что? Рома, ты вводишь в заблуждение, ты манипулятор, ты людей обманываешь. Логические выводы и доводы оттасовываешь. Ладно. Я думаю, более-менее разумным людям это понятно. История не знает ничего, что происходило на самом деле в прошлом. Самое главное, что... Да, никто не знает, но ты утверждаешь это, Рома. В своих же роликах. Идем дальше. Берут деньги даже со своих, которые их прямые помощники. Женя. Студию доказательства. Подтверждение хоть одно. Я открыто, кстати, говорю. Я готов открытый стрим провести. Пусть это будет срач как угодно. Пожалуйста. Пиши заранее. Вот скрин. Открытый. Я тебе звоню в это время тоже под запись видео. Разница, кстати, в один час. Под видео я тебе звоню. Если ты не берешь, то... Да, могут быть технические сложности, но не важно. Кто был, а был. Пригласили называть. Тогда я тоже приглашаю. Анонс. Ну вот, видите. Тут люди писали. Ему. В том числе наши соратники. Да, вот. Правильно говорят. Ничего толкового не слышал. А дальше просто в чате банится. На свое поведение самоприятное. Есть люди разные... Я вот не знаю, как долго это все до удаления. Вот люди пишут. Пару вопросов по стриму. Как можно говорить о человеке, примерно, которого совсем не знаешь. Да, про Мону ничего не знаю, но я об этом тоже расскажу. Работали. Не один раз люди работают. Без блат, но... Сами люди вспоминают. Например, никому мы не говорим. Ну, я немножко забегаю вперед. Кто человек? Никому. Люди сами вспоминают, а потом вспоминают имя и все прочее. Благодарю, Иван. Земляк, ученую степень. Ну, не стал защищаться. Да, аспирантура закончил. Фильмы, шедевры. Благодарю. Ни одного фильма нет. И ролика не по существу. И ни о чем. И повторов нет. Да, изучали атмосферное издательство. Но тем не менее, несмотря на ролики о придуманных... Религиях. Но в то же время, работать в храме как-то у меня... Конфликт интересный. Интересно, ну... Ну и вот тут удаленная, видимо, ответа. Очень существенная, да. Вот то, что критика меня... Они конкретикой наполнены просто все сообщения. Корну, что-то не то. Ай, ладно. Возвращаемся к комментариям. Все обвинения голословны, необоснованы, пусты. Денег. Я могу привести много примеров того, что мы не берем денег с помощников. Если есть. И очень много сеансов без заплаты. Ну, немного, но есть. Люди объясняют ситуацию, просят. Да, и идем часто навстречу. Ну, мона идет. Дальше роман начинает зачем-то углубляться в суть вопроса, как он понял. Ну, два года назад, до 17 октября 2020 года, произошло некоторое событие. Ну, это 2020 год, друзья. Полтора года назад. Зачем он этот экскурс делает? Ну, самое интересное, как он об этом рассказывает. Не задавать вопросы, связанные только с записью на сеанс. Короче, разосрались, ребята. Я думаю, бабки не поделились, скорее всего. Ну, это ты так думаешь. Это у тебя, Рома, все вокруг бабок. Там немножко ситуация была иная. И кто на канале Монады, на канале Тринозор, и даже на канале Любимая планета, те знают, откуда все пошло. Это у тебя, Рома, все с бабками. И насчет денег, там все было 50 на 50, все честно. И потом Павел тоже наехал, скажем так. Тоже необоснованно, тоже из-за какого-то пиара. И я довольно подробно и на пальцах с примерами, с показом переписки все объяснил. Рома, если начал звучать, звучай до конца. Ой, какие бабки, ребята! Вы даже не представляете, какие бабки. Я не знаю, я иной раз вот черной завистью завидую, получается. Да, наверное, блин. Ну, завидуй, это ты клянчишь какие-то копейки. И тебя спонсирует цех. Были некоторые исследования, ну, копеечные. Каналы такие, очень легко покупаются. Ну, канал ни о чем. Рома. Ну, чужие фотки, чужие карты с 19 века. По сути, пиар. Ну, я тоже не хочу переходить на личности. В твоем случае, ну, лишь будут некоторые допущения. Такие же, какие ты себе позволил. Если хочешь. Ну, я опять повторю, у меня совесть не позволяет таким заниматься. Ребята, стой. Ты не сможешь никаким таким заниматься. Силу ряда причин. Основная, ну, недостаточная IQ. Только, блин, вот этих разных видов мошенничества. Ты только бери. Ну, да, да, да. Многие перечислены в руках, многие не перечислены. Видимо, ты уже сталкивался. Для тебя почему-то эта тема актуальна. Ты на этом. И причем, опять же, ты вместо того, чтобы суть вопроса изучать, не участвуя в диалоге цельнозор Евгения Макаров, ты начал обсуждать зачем-то молнию. Перешел на личности. Ну, я тоже могу перейти на личности. И самое главное, что никто не садит за это. Никто не привлекает к ответственности. Это сотнями людей болванят. Бешеные деньги. Ну, сейчас так примерно, прикинь. Чужие же деньги, говорят, считать нельзя, но я не знаю. Ну, давай, вперед. Ты уже начал. Нельзя, но это делают. Ну, давай. В этом весь Рома и Дэй, и Женя тоже. Для тех, кто хочет записаться в новую очередь на сеанс к Павлу, все прежние... Это другой канал. Рома, любимая планета. Это не канал Монада даже. Зачем ты это показываешь? Как это связано с общением Цельнозора и Евгения? Либо с позицией Цельнозора, с какой-то идеей? Ну, зачем это? Контакты и данные. Ну, вот есть. Вот публик. Он у нас, вот он, любимая планета. Я вижу даже знакомые лица, которые подписаны на данную штуку. Ну, в принципе, тут смысл такой. Чем они занимаются? Ну, какая раз чем они занимаются? Как же я могу сказать, что есть недовольные, условно, и опять же, предположения сделать? Некоторые. Что все мошенники. Опять же, ты сказал, что я, мол, не обвиняю. Доказательств нет, но я подозреваю. Не хорошее, что ты занимаешься этим. Я подозреваю. Я тоже имею право подозревать, Жерома, что ты пидорас. И могу долго рассказывать о ЛГБТ, о гей-парадах, какие они плохие. И так далее. И даже как-то тебя с этим всем связать. Но я же имею право подозревать. Как ты сказал, дословно. Есть подозрения, что нехорошие дела. То же самое. Насчет услуг неких и так далее. Ну, вот ты общаешься с пулями снегопада. Отлично, рад. Из-за тебя, из-за него. Мы же вроде общались. Я к тебе ничего против не имел. Ты действительно ролик озвучил хороший. По противовесу. Ну, ты не знаешь ничего практически обо мне. Зачем ты вот так себя вел? Зачем? Вот эти вот громкие читки того, что со мной не связано. Зачем переходить на личности, к тому же на женщин? Я могу на твоих женщин перейти. На МОНы перейти. Естественно, есть сайт МОНы, есть сайт Цельнозора, где он проводит. Сайта МОНы нет. Цельнозор есть, но он больше о роликах. Он не связан с агрессивным гипнозом. Мы вообще не называем это гипнозом, не регрессивным. Ничего. Это другой. То, что сейчас написано на страничке человека, с которым он расстался годы назад практически. Ну, какой смысл? Как это связано с нами? И мошенничество, все это бред. Ну, любой психолог тогда бред. Тоже непонятно, чем занимаются. И гомеопаты все бред. Ну, и много таких бредов. И массажисты. Ну, что такое? Помял. И что это? Мошенничество какое-то. За что люди деньги платят? Вообще не знаю. Вот очередной пример критики Цельнозора, который критикой не является. Критика это анализ чего-то, каких-то утверждений. Тут ничего нет. Вообще никак не связано. Но деньги считает. Более того, позволяют себе некоторые выражения. Она далеко не умный человек. Не развитый даже. Моно не умный человек. Не развитый. Регрессия онлайн по методу какого-то Майкла Ньютона. К нам это как связано, Рома? Какая связь с нами? Как связано? Это проведение индивидуальных регрессий по погружению в ранние воспоминания детства. Перинатальный период. Суки. Еще же умные слова же вставляют. Как раз таки вставление умных слов. Это говорит о том, что человек не полностью понимает, что делает. И чтобы скрыть вот это свои незнания и некомпетентность, джонглирует непонятными обычным людям терминами. Обычным людям эти все термины заумны не нужны. Как говорил очень умный человек, если, кстати, квантовый физик, если ты не можешь объяснить пятилетнему ребенку, что чем ты занимаешься, ты занимаешься чем-то не тем. Но я подозреваю, что вот эти вот умные фразы, которыми скрывают незнание, они говорят кое о чем. Ну, я отвлекся. Рома, с нами как это связано? Прошлые жизни, но на самом деле, глядя на Мону, она далеко не умный человек. Не развитый даже. Она много умных слов не знает. Она их заменяет всякой дичью. Ну, как быдло общается. Это вот чисто мое мнение. Как быдло общается, да. Как быдло общается. Конечно. Ну-ка, ну-ка. Час сорок, к примеру. Что такое ковчег в реальности? Вот передавая. Интересно, что что так сложилось? Интересно, а? Вовли, как удаляют. А, и там уже начинал. Ну, уехал еще на Горье, что? Ну, это немножко позже. Я считаю, что... Всех парафини думает, блин, не доберутся. А прикинь, кто-нибудь нафиг из блогера попрелся в Черногорию, блин, найдут или уши? Ром, вот его адепты... И что? Ну, найдет. Чисто на стрелку вызываешь? Это я еще как быдло общаюсь? Или Мона как быдло общается? Это твой уровень общения, Рома. Морду набить, найти. Ну, и что нашли? Ты не знаешь, какие у меня тут ситуации, с кем. Какие были терки с укрыми великими. И что дальше? Ну, чисто в натуре стрелку забьем? Ну, приезжай. Вот Женя не смог приехать. Отказался. Чтоб я ему доказал, что притяжение есть. Я сказал, что я скину гирьку со второго этажа на голову и будет доказать, что притяжение есть. Ужас. Ужас. Ну, немножко дальше пробежимся. Потому что, ну, ну, кое-кому интересно. Ну, мазохистом неким. Хочу сказать, дополнить, что, в принципе, дело там было не такое уж и серьезное. Все сводилось к тому, что в результате определенных, так скажем, высказываний ролика, ролики, значит, Ильи, Агутин посчитал, что из-за этого у него упали продажи его нового альбома. Где вот эта песня входила? Специалист в части юриспруденции. Великолепно. Ого. Огромный. Все было не так, но вот дальше тоже ложь. Тоже, наверное, можно послушать. На который был разбор небезызвестного нам линия. Вот. И поэтому тут как бы, если, если уж так по чесноку, ну, Агутин, мне кажется, немножко не так сформулировал свой диск. Ну, я, Жень, тебе уже бы сказал по этому поводу свое мнение. Почему Агутин не отрекся от того, что он, ну, почему он не сказал, что он не масон? Потому что, может быть, он все-таки масон. Ну, учитывая, какие вот они клипики делают, тут я вот, допустим, ну, с Ильей солидарен. Вот на этом бы поприще, он бы, ну, нормально бы смотрелся в YouTube. Ну, я и делаю разборы, но я не утверждал, что он масон, даже не предполагал, и вообще о нем не упоминал. А по суду, который, они утверждают, что я выиграл, ну, официально проиграл. Но на самом деле это победа, и я об этом сделал ролик. Уходить вот эту шезотерику, это бред. И тут опять же две, ну, как бы две крайности. Либо человек психически ненормальный, ну, неполноценный, что он верит в эту всю херню. Извините за выражение, что он продвигает это все. Либо человек с умыслом это делает. Ну, умысел в данном случае видно, это хорошие деньги. И опять же, ну, понял, кто есть кто, ну, это опять же ваше дело. Ребят, вы можете верить во все, что угодно. Как говорится, ну, никто же не запретит это делать. Но вот является это реальностью или нет, это уже другой вопрос. Ну, а что является реальностью? Твои? Ну, я могу по тебе разбор делать, ну, слишком. Достаточно вот этого. Того, что происходит. Сейчас. Которые переходить нельзя. Да, есть границы, которые переходить нельзя. Но Женя и Рома перешли все границы. Они перешли на личности. Почему-то. Ты человек адекватный. Если ты человек неадекватный, и ты это постепенно начинаешь показывать, то уж извините. Ну, да, Женя, извиняем. Ну, уж извините. Говорится, я тоже человек, я могу ответить. Именно это полное право. Да, и есть еще один такой момент. Мы вместе с Женей Макаровым поднимали его канал, насколько я помню. Тот канал, его первый, уже давно забанил. Ну, подъемы назвать сложно, но да, были ролики совместные. Они еще на канале, и у вас тоже. И еще вопрос к тому, потому что уникальные съемки. И еще вопрос к тому, кого идеями и материалами поднимал. Я благодарен за совместную работу и за участие. Да. И за позиции. Ну, что сейчас изменилось, не знаю. Зачем переходить на личности и переходить все границы и черты, которые... Ну, нельзя переходить, как Женя сказал. Нельзя. И еще у меня якобы ненависть к женщинам. Я сейчас это подтвержу. Что у него, он меня обвиняет в ненависти к женщинам. Насколько я помню, и Алена, Алена в курсе этого. Короче говоря, одно из... Я его считаю не вполне адекватным человеком. Ну, это понятно. А вот сейчас самое интересное. Сейчас просто клевета нагло. Сколько я слышал, он себя там Сталином возомнил, да? Да. Он в прошлой жизни был Сталином, да? Да, да, да. Он в упрощении Сталином. Ну, то есть, да, это реакхарнация. Это к чему? Рома, наверное, полагает, что живем один раз. Говорив, что не так. И против идеи реинкарнации. Куча подтверждений. А вот кто кем был, это уже, ну, не тебе решать, Рома. Не тебе. Это классика. Классика работает в роли. Белословные пустые обвинения. А, это Сталин. Рад представить, это Сталин. Вот. Очень приятно, царь. Есть такой фильм, да. Но, тем не менее, он, это неприменимая аналогия, которая здесь. Что еще? Опять же, я слышал о его психической неуравновешенности, ненависти к женщинам. А я слышал о твоей гомосексуальности и участии в Сталинском культе и о том, что твоя мама, Рома, работала за денежки. И, делая глубокий горловой минет. Я все еще предполагаю. Подтверждений нет, но я это предполагаю. Очень многие недовольны были ее качеством, хотя огромное количество клиентов. Почему я так считаю? Ну, вот. Потому что ты позволяешь себе вот такие допущения безосновательно. У меня тоже есть подтверждения. Я же имею право предполагать. Вот как ты сейчас предполагаешь. Бездоказательно. Раз этому тоже есть доказательства, Женя, расскажи эту историю. И где доказательства-то? Многие женщины знают, которые общаются друг с другом. Многие женщины, которые общаются... Ну, многие женщины общаются друг с другом. И многие женщины много чего знают. Ко мне это какое отношение имеет? Алена. Алена в курсе этого. Короче говоря, одной из наших зрительниц. Я не знаю, может, не надо называть? Не знаю. Может быть, не надо. Несколько лет назад Илья ездил в Санкт-Петербург. Он остановился в одной из наших подписчиц. Два раза ездил. И оба раза это были командировки. То есть мне оплачивали. Это в суд были командировки. Можно посмотреть на сайте арбитражного суда. Были командировки, да. И дорогу туда-обратно, и пребывание в гостинице не оплачивали. И я лишь задержался. Ну, списал это на командировочный. Там около часа было выступление в суде, а все остальное... День приезда, отъезда не считается. Но там я тоже поснимал, походил. Я останавливался в гостиницах. Вот эти голословные обвинения... Ну, блин. Ну, это бред какой-то. Кому? Кто? Ну, пусть подтверждение будет. Наших подписчиков, наших зрительниц, я их хорошо знаю давно, и Рома знает. Вот. И насколько до меня дошло, я не знаю, насколько правдивы и насколько точны эти сведения. Но я думаю, что... Ну, не знаешь, какого хрена была больше... А я кое-что знаю, тогда я расскажу о тебе. Чуть позже, Женя. Чуть позже, в ответ. То это все про правду, потому что лично она мне такого ничего не говорила. Не делилась со мной. Но с тем, с кем... Ну, тогда какого хрена? Есть куча анекдотов на эту тему. Кто чего сказал. Испорченный телефон, кто чего не допонял. А кто специально соврал, чтобы распустить слухи? Делилась. В общем, человек принял. Вот эта подписчица приняла у себя Илью. По-хорошему, по-добру. И они там ходили, что-то снимали. Да, есть об этом видео у него. А потом он просто... О чем? Где в моем видео любая другая баба? Да, было видео с... Юрием Негагариным. Где там, с кем, что? Чего они придумывали? У кого я останавливался? Еще эти адрес скажут. И зачем? Не знаю. Сразу или при отъезде он ее просто там... Палил шоколадом в квадрате. В кавычках. Что значит сразу или при отъезде? Что значит палил? За что? Из чего? Женя, ну это... Напоминает мне кидание какашками, обезьянкой. И меня-то не долетает, а вот у тебя на лапках остается. Как в нехорошем анекдоте. Короче, вы видели пидорасов? Нет. Говорит, ну я трахал мужика, который когда-то трахал пидорасов. Женя, вот это твоя ситуация. Вот к тебе я сейчас применим. Что-то где-то слышал. Сам в этом всем варишься, а на меня выливаешь. Зачем? Нас оскорблял, на это самое, обматерил. Она боялась, что он кинется драться даже на нее. Ну а судя тоже по его роликам, он там когда-то про муравьиху или кого там... Какой бы... Рой, да, у него там или еще что-то там. По нему видно, что он же она ненавистник. А чуть позже я покажу, как ты о женщинах отзываешься в этом же клипе, Рома. В этом же видео. Стыдно, неприятно. Рома, но ты в этом говне и извалился. Ты начал. Я даже не хочу это говно. Ну придется проработать, ответ должен быть. Хорошо, вперед. Рома, ты сам хотел. Многие замечали, что он просто ненавидит женщин. То есть это, опять же, это не вранье, этому есть подтверждение, ребята. И вот я думаю, те, кто слышал эту историю, напишите плюсик просто, пожалуйста. Ну, а те, кто слышал историю про то, как Рому в сугубо мужской оргии использовали как женщину, тоже напишите плюсик. Я же имею право предполагать. Наши слова не были голословными. Поэтому я говорю, что... Да, и даже найдутся кто-то, кто поставит плюсики, наверное, в такой ситуации подтвердит. Да, видел. Рома, мы на этом уровне будем общаться. Но это твой уровень. Это ты начал, и это твой уровень. Когда я с ним начал общаться, меня Женя, да, с ним познакомил. Ну, вроде бы нормальный, адекватный человек про Индию, да, он там рассказывал. Пакистан, да, или где-то там. Индия, Бангладеш. Индия, Бангладеш. Вот эти все ролики мы выкладывали. Там первая часть там на этом канале, вторая часть у Ильи, третья у Жени. Ну, короче, вот это делали, чтобы поднять ему канал. Вопрос опять-таки, кто... В тот момент был канал уже довольно хорошо раскручен. Наезды. Наезды ни о чем. Где-то дальше 53 минуты. Много опять-таки говна, оскорблений. Ну вот. Я попробую выделить из этих фекалий ключевые моменты. Ну вот. Потому что, ну, действительно, у него, как бы, он против женщин. Может быть, он это тоже. Это к чему, Рома, ты за мне, вот, про твою ситуацию рассказать, либо про Женину. Ну, про Женину могу. Он начал это все. Жени ненавидит. Но тут надо углубляться, короче, в его детство. Может быть, там какая-то травма была все-таки. Может быть, в твоей сексуальной ориентации причина ситуации в детстве, да? Да все может быть. 3ТХ он любит только маночку. Ну, благодарю. Да, разумные. Старайтесь меньше матом крыть. Это не красит. Но это их уровень. Это их уровень. Илья, снова перевираете все. Да, они перевирают, но это их уровень. Вот. Тут надо с ним хотя бы один психосеанс психологический именно провести. То есть нормальный психологический сеанс, не вот эту вот дичь. Ну, попробуй. Я открыт. Ну, нельзя же просто так голословно говорить. Представьте себе про только плюс. Ну, вы голословно говорите. И это тоже. Конкретно напрямую, в таком регрессу, хрен-хрен-хрен-хрен-хрен-лосулоге, сказано, что он заднеприводный. Ну, как он такой? Ну, ссылку. Где это было сказано? Когда, кем? Что мешает открыть и доказать, что это не голословное обвинение, которое мне приписывается, Женя? Когда? Я не совсем понимаю, откуда ты это все взял. Сейчас, 0-4, следующее. Что-то с интернетом, видимо. Ну, вот, посмотрим. Психология человека, парапсихологи, это уже шизы. Нет, еще люди, какие могут купиться люди на эти регрессы, у которых есть гордынька. Почему? Потому что, ну, почему-то нет воспоминаний, где ты колхозник, не знаю, свинопас какой-нибудь, или там подморозник. Да есть, вот именно, если люди у нас вспоминают, опять же, не мы говорим. Тут, ну, Рома сказал, что мы кому-то говорим, что все цезари. Ну, ни хрена подавно. Есть люди вспоминают и смерти, и я вспоминал плохие смерти. Рядовые случаи, рядовые ситуации в своей жизни. Мария Кюри, например, вспомнила ситуацию. Бедное детство, как она куклу хотела, а потом кукла дорого, мама умерла, пятеро детей в семье. Вот это вспоминается, а не то, что потом. Это потом уже начал дальше вспоминать, все записано, лабораторию вспомнила, и описание, все сошлось, и по семье, и по всему. Сначала есть несколько сеансов, медленно погружаются вспоминания, и там совершенно другое. Там не взрослой жизни, вот там самые яркие детские вспоминания. То же самое у ряда соратников. Ряду соратников мы с Моной видели, фотографии вот сравнивали, там Котовский, например, и так далее. Мы не говорили, кто это вообще. Люди сами должны вспомнить. Не, мы никогда не говорим. Разве что, когда все, сдаюсь, вот слишком много вспомнил, а вот не могу сказать, кто. Люди сами работают, мы просто учим, разговариваем. Не более. Вот эти обвинения, что все цезарь, ну покажите хоть одного цезаря, креста, еще кого-то на канале Монада. Опять болтология, балабольство, обвинения и куча говна. Ну, чем богата, тема рада. Я понимаю, мужики, хотя, наверное, уже не мужики. Занимайтесь. У всех воспоминаний. Кто-то там Цезарь, кто-то там Цицерон, кто-то Сталин, кто-то еще там какой-нибудь, Курчатов, например. Есть и такие. Ну, Курчатов вспомнил много-много разных других вещей. Вот человек, который был в прошлой жизни Курчатовым. И до этого я начинал без фамилии. Только потом я добил его все-таки. Ну, посмотрите сеанс. Курчатов вспомнился. Есть такое. Это просто нереальный бред и говно, которое они шлют. Зачем? Зачем, ребята? Вы сами это все пошли. Час 25. Сейчас. Все остальное тоже редкостный бред. Но, тем не менее, надо это как-то озвучить. На час 25, где Рома хочет всех пересажать. Еще раз повторюсь. Вот тоже, по вот этим причинам, я стараюсь не рекламировать многих. Мне тоже пишут, допустим, мол, могли бы вы мой канал прорекламировать или поделиться моим роликом в сообществе, ребята? Вот и получается, что вырастает этот человек со сказки в голове. И как кто-то скажет, я Маха волшебник, я могу, я вот, 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 то-то делаю, да? Это как связано? Какой Маха волшебник? Ты о чем? Самый интересный момент, вот мы уже подходим к концу, ну, в кавычках, самый интересный. Некратенько, вот. Ну, где-то так. А мне кажется, нет. Я говорю, ну, это твое личное мнение. Еще раз, Женя, вот эти все твои обвинения со скринами. Да, и вот пошли, пошли удаления, пошли удаления Макаровым и админам за любой вопрос, а где доказательства. И вот тут вот четко видно, как пошли удаления, жесткие. Когда люди получили оповещение, присоединились и начали задавать здравомыслящие вопросы уже нормальные. Не те там пять троллей, которые его, безусловно, поддерживают без логики, а начали просто задавать вопросы. И вот здесь вот видно, как это все происходит. Любой может посмотреть вот именно здесь в ленте. Появляется сообщение, читается админом, и если просто какой-то толик здравомыслия, просто вопрос, а почему так, удаление. Тоже примечательно. Блин, а все козлы и лохи, да? Это уже говорит о какой-то вот неадекватности. Я же говорю, когда мое общение стало сводиться к тому, в той же телеге, что я вот что-то пишу, а мне в ответ что-то типа того, что ты несешь. У тебя что сообщает? Во, Женя, есть скрин сообщений всех твоих. И я не говорил, что ты несешь. Я говорил, а как это связано с этим? Вот где логика? Где логика? Это был вопрос, да? Не более. И это уже в конце, потому что раньше ты просто, ну, на все доводы отвергал все, которые говорят о том, что, ну, нет плоской земли. И если есть плоская земля, то, и у которой нет границ, ты говоришь, это бесконечная плоскость, то получается бесконечный объем неба. Соответственно, космоса-то нет, получается, очень. Откуда сезоны тогда, зима, и откуда тогда было вторжение, потому что я вам сейчас покажу, как лазеры долбили, вот следы прям проплавленные, скалы, все это есть здесь, в Черногории. Некогда, некогда из-за таких, как ты, вот делать хорошие ролики. Приходится разгребать это говно, но это надо разгрести, раз навсегда, патролем обзоры сделать и идти дальше. И вот Рома тоже вот такой необоснованный тролль, которого ноль практически своих каких-то съемок, много было больше обвинений. Вот здесь все обвинения абсолютно необоснованы. С логикой, знаешь, просто пошли оскорбления, унижения. Скрины. Я говорю, как я чувствую, как я это вижу, так я пишу. Скрины, ты чувствуешь, что 2,25, я говорю, где логика, в чем оскорбление-то, где я тебя как оскорблял? Логика, я говорю, у меня все нормально с логикой, а мне кажется нет, я говорю, ну это твое личное мнение. Ты что-то ее не включаешь. Это ты говорил, что твое личное мнение и все. И, мол, это все объясняют. Могу иметь свои, ну, магии, но наши имени не совпадают. Зачем тогда нам идти? Быть заодно. Большинство нормальных мужиков не хотят общаться с теми мужиками, которые считают, что они женщины и требуют к ним такого же отношения. и это нормальные ситуации и право этих людей считать, что не по пути с людьми, у которых другое мнение. Да. Ты пошел своим путем. Зачем ты это все говно, ты вываливаешь? Женя, Рома. Тебе вообще никаких вещей. Что ты кучу говна вылил? Ты зачем? Ой. Еще три момента буквально знаменательных. Ну, везде интересно. Вот удаление, удаление, удаление. И лен заблокирован. 50-60-х годах была секта, где сектанты, блин, по приказу, секты, причем здесь еще много чего нехороших вещей. Ладно, сразу час сорок идем. На час сорок. Все. На сим заканчиваем. Спасибо за то, что Ильяс. Зачем тут обсуждение личных вещей? У кого дети, у кого что? Опять удаление, удаление, удаление. Блокировки удаления. Произволил прийти на эфир, не так уж, кстати, и поздно. Тебе тоже спасибо, Рома, что ты поучаствовал в дискуссии. Так же, как и я. Огромная благодарность. У Нижих Черногории такое же время, как и в Москве, как понимаешь? Нет, не такое же. Поинтересовался бы снова, балабольство снова. Я не знаю, и не выиграл сут, а проиграл официально. Ну, в общем, как в анекдоте, да? И не в карты, и не выиграл, а проиграл, и не в карты, а в лотерею. И не жигули, а... Ладно, неважно. А что, он пришел на эфир? Нет, я говорю, за то, что пришел. Даже сарказм не понимает. Хорошо. Идем дальше. Час сорок две минуты, очень интересно. Наезд в кавычках, интересно. Вместо того, чтобы поблагодарить женщину, он ее отматерил, да? Опять же женщина... Я... Опять блоки, блоки, блоки. Где доказательства, кого я материл? Кто о чем? Рома. Тебя трахали группой. Ты был в женском платье. Я так считаю, я же имею право предполагать, как ты говоришь. Ммм... Женщина говорила, что она боялась, что он кинет садраться на нее. Ну, какая женщина говорила? Если которая напрямую не писала, а вот которая якобы с ней общается, да? Ну, где говорила-то? Доказательства. Якобы я тебе прислал ноутбук. Да, прислал. Да, он когда-то был мой. Да, я до этого... Теперь тем, как тебя отослать, куча народа его давал поиграться. Старый ненужный ноутбук. Это о чем говорит? То, что я тебе прислал... Ты хотел помочь семье, я тебе прислал. Ты об этом упомянул. Замечательно. Что ты там нашел или не нашел, я не знаю. Зачем вот это говно выливать, то, что было там три года назад? Что за бред ты несешь? В чем ты меня обвиняешь-то? Ноев ковчег. Ноя. Но это немецкий. Такой бред начали говорить. Ладно, идем дальше. Буквально еще пару моментов. И чтобы окончательно понять, с каким говном мы имеем дело, когда кто-то критикует Цельнозорова. Как правило, это фекалька. По ряду характеристик. Интеллект, логика, добросовестность, добропорядочность. И очень жаль, что это, в том числе, среди тех, с кем я когда-то общался и делал, точнее, давал им материал. Ну, общался, скажем так. Ну, очень жаль. Очень жаль. Ну, и количество удаленных людей нам много говорит. Особенно ли он на это вопрос, конечно, не знаю. Напугать-то можно женщин. А те, которые его сейчас защищают, я еще раз повторю, идите. Вот, я думаю, если вы не будете донать глобальный вопрос, а также Макарова, все будете забойнить. И удален. Сейчас будет, наверное, удален человек. Сосите ульи. Мы же так привыкли делать стоять на коленях и сосать. Оскорбляю. О, стоять на коленях, сосать. И я при этом ненавижу женщин. А он своей фантазии рассказывает. Свой бренд. Рома, у кого что болит, тот он говорит, то, как обзывать, так и называется. Рома, все, что ты сказал обо мне, оно больше тебя характеризует. Я вас, нет, не оскорбляю, потому что придя защищаем почти мошенника, но это по моему мнению. Почти мошенника, почти пидораса, слушая, сами становитесь такими же. Это мое мнение, Рома. Вы показываете то, чтобы более низкие существа, нежели... заблокировать. Выглядите. И это я еще ненавижу женщин. Ну, Рома, ты о своих комплексах с женщинами говоришь. О своих. Все. Так. О, Лейла пишет, заканчивайте троллей много уже. Ну, вот пусть они знают, кто это. Да это не тролли, это разумно. Смотрите, какие сообщения удаляются-то. Неважно, женщина, мужчина. Я их ждал. Я ждал, когда они начнут гадости писать. В чем гадости-то? По-моему, здравомыслящие были сообщения. Ну, ладно, тут можно перескочить дальше. И, и чего, еще и защищают там по полной программе. То есть, сами лохи, блин. А вообще, кому приятно признать? Вот. Рома и Женя, вы были для меня авторитетными людьми. То, что смотреть, как низко поля. Да, мус. Да, базарная баба, да. Бог Кузя, который якобы, это здесь при чем? Я тоже могу много чего сказать и перейти на личности. Знавать, что он бог. Ну, вот если человек лоханется, вы что думаете, он признает? Не, ну, ты про себя, наверное. Вообще, вокруг будут виноваты, про меня не ум. Удалил. Это психология, ребята. Против этого не потрясут. У меня вот тут пишут про бога Кузю. Ты, наверное, про него сказал. Да, да, да. Бог Кузя. Ну, я просто могу напомнить, что я лично его видел. И его баба. А это к чему? Там, с ним была, значит, молодая, неплохая такая, смазливая. Не, ну, чё. И постарше. Вот. Ну, дальше. Макаров, держись от... Как это связано со мной-то, Женя? Кашки все свои. Глобального подальше. И удалил. Да, держись, Женя. И поближе к Илье ещё напишите. Который меня... Я думаю, этих даунов надо банить сразу. Сразу всех нахер банить. Со всех сторон. Я его оханю. Ни слова о тебе, Женя. Вот ты чего, тебя ты начал сейчас личности обсуждать. Ты начал обсуждать Мону. Ты начал обсуждать... Рома вообще опустился. Не его личную ситуацию. Кто кому изменяет. Начал говорить. Кто где, у кого есть дети. Нет у них детей. Женя, ну, у тебя есть ребёнок и довольно взрослый. Что дальше? Ты живёшь в коммунальной квартире. Ну, в смысле, коммунальной, городской. И чтобы не терять право на жил площадь, твоя жена с тобой не разведена до сих пор. хотя сменил уже нескольких гражданских мужей. Она от тебя... У тебя уже рога, я не знаю, в потолок упираются. И ты знаешь эту ситуацию. Ты им тут Мони полоскаешь что-то. А сам по уши. И Рома такой же. Судьи кто? Мужики, вы опустились в ноль ниже плинтуса. Ну, куда это и зачем? Я на личности не переходил, вас не обсуждал, и Рома вообще не трогал сто лет назад. Оно мне надо. Перестал общаться и все, потому что, ну, немножко вступил несколько раз в обсуждении, ну, в совместном стриме обсуждения Голливуда и планов на будущее. Да, стрим был в начале девятнадцатого века. Девятнадцатого века. Все, договорился. Года. Был анализ, по-моему, девятнадцатого года, да. Всего, что было в девятнадцатом. Кто-то шутит. Кто сукранит? Зачем тебе это, Женя? Зачем? Мы год назад встретились буквально, ну, физически. Меньше даже. И какие дети-то? Ну, зачем это переходить на личности? Женя. Своей семьей занимайся так называемый. Своей шизой, когда ты поешь и славишь боженьку, потом говоришь чур-чур и какой-то там молитву мне пишешь, потому что не смог в споре доказать свою правоту. Получаешь деньги от Эгрегора, весь по уши в Эгрегоре, а потом приходишь и делаешь ролики о вторжении, захвате и всем остальном. Свободной энергии о том, что в церкви не было, были установки свободной энергии. И вся история придумана. Если вся история придумана, значит, история религии придумана. Ты от религии бабки получаешь, люди несут тебе денежки в церковь, ну, условно, и ты часть этих денег получаешь себе, не платя ничего. Вот я это могу нахеризовать только как шизофрения. Так вот, шизофреник Евгений и быдло с кучей комплексов в отношении женщин с плеткой в куртке кожаной и так далее, которые у меня сосут, по мнению Романа. Вот, на 42 минуты было такое. Ну, странно. Очень странно. Так вот, это все, вот эти люди меня и полощут. Печально. И всех при этом Роман еще считает дебилами, сейчас тоже покажу. Ну, вот, например. Сосите ульи. Мы же так привыкли делать стоять на коленях и сосать. Оскорбляю я вас? Нет, не оскорбляю. Потому что придя защищаем почти мошенникам, но это, по-моему, адептихи. Че нам тук-тук не желают? И смерти желают. И нас демонами называют. Женщина, да? Ну, это ты называл демонами нас, моной. Было такое. Чай, типа, там все поударил зачем-то. Да, да, да. Ну, это синдром жертвы, знаешь, короче, это самое. Это синдром жертвы. Он их всячески парафинит. Я не знаю, даже как он... Я сейчас шутить буду, Ильюха, не обижайся. знаешь, у меня такая фантазия бурная разыгрывается. Он стоит... Ну, И в кожаных латах и с плеткой бьет женщину. И вон, это может быть... Ой, смешно. Это твой уровень. Это уровень критики цельнозора. И дальше такая же хрень. В общем, такая же хрень. Приписывают мне все, не имея никаких подтверждений. И при этом всех считая дебилами. Зло радуйтесь. Вот, 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 вот. Удаление, удаление, удаление. Можно даже чуть раньше захватить. Надеюсь, что я донес до вас свое состояние. Оно у меня, в общем-то, адекватное. Да, хочу напомнить, что я немножечко пострадал, ну, отравление было своей собственной пищей старой. Ну, замечательно. Это к чему здесь-то? Адепты, радуйтесь. Наверное, вы подумаете, что это Илья на меня атаку произвел. Нет. Ты сам питаешься говном, ибо очень мало денег ты напел в храме и наклянчил. Ну, реально. Я к тебе приезжал, я видел, чем ты как питаешься. Ну, не то, чтобы я сильно, ну, и это было еще в лучшие времена. Это 20-го, мой год был в Москве. Сейчас ситуация намного хуже. Сейчас с Ютуба у тебя было много просмотров и какие-то там деньги, там 20-30 тысяч или больше ты получал, сейчас перестал. Ну, понимаю, но это со мной не связано. Повторяю, у каждого человека есть навигатор и если внутренний, если там навигатор показывает, что вот земля плоская, то есть можно туда идти бесконечно или там можно по воздуху ходить или вот налево поворот, а там на самом деле пропасть. То есть, если навигатор не совпадает с реальным положением вещей, как у сектантов в церкви или у плоскоземов, либо у пиарщиков, у тех, кто верит безусловно, без логики в Библию и в Библию в качестве доводов, как ты, Женя, приводишь, а тем бьет вселенная, потому что люди неадекватно реагируют и взаимодействуют неправильно со вселенной, негармонично. И таких людей молотят. есть, конечно, и другие ситуации, когда боремся условно со злом и знаем, что делаем и получаем откат от бумеранга, никто не уходил, но это другой случай, это не твой случай, Женя. В твоем случае просто просто отравление и приписывать людям, которые смотрят цельнозор какие-то злорадства, то снова бред, снова бред. Я тебе тоже очень много чего могу прописать. Зачем? И вы будете, может быть, беситься от радости, прыгать, стонать в выступлении. Это ваше право. Радуйтесь, злорадуйтесь. Это ваше право. Я, моя существо... Подумаешь, один раз просрался. Я спокоен, все в порядке. Но зато вы теперь знаете, что есть человек, который в открытую вам говорит, что вы дебилы. Я вас считаю дебилами. Ребята, изучите. Вот. Рома всех считает дебилами выше и оскорбляет. Это оскорбление. И мне даже непонятно, почему он считает... Ну, дальше посмотрим. Не идиотами даже он сказал. Учите, что такое дебилизм. Это медицинский термин, если что. Ну, не совсем. Это из психиатрии. Три степени умственной неполноценности. Дебильность. Имбецильность и крайняя степень идиотия. неполноценность, скажем так, интеллектуальная. Даже не идиот, ребята, дебилы. Что значит даже не идиот? Идиот это как раз-таки крайняя степень. Я бы сказал, что логично было бы, на мой взгляд, опять же, но моя тупая логика, что я считаю идиотами, даже не дебилами. Вот тогда это было бы логично. То есть идиот это крайняя степень отклонения. А вы, мол, даже не дебилы, вы идиоты. Ну, тогда было бы логично, но он-то сказал иначе. Где логика? То есть он, на мой взгляд, просто плохо подготовился и плохо поизучал вопрос. Да, в этом весь Рома не глубоко копает. Но не всем быть умными, кому-то нужно петь в церковном хоре, а кому-то нужно заниматься тем, чем занимается Рома. Но настолько переходить на личности я не хочу. Так что, да, ролик называется «Могут наколоть». И да, Рома и Женя, спасибо, что поучаствовали. То же самое. И всего и вам самого наилучшего. И продолжайте пилить свои бредовые стримы про плоскую землю. И побольше цитат из Библии. Побольше это придаст веса и авторитета вашим словам, потому что ничто иное в подтверждение вы привести не можете. Так что, Женя, еще продолжение успехов с женой, Роме во всех остальных его начинаниях. Всем добра. Пудьте бдительны. Потому что мы на информационной войне. И идут информационные пули, бомбы, с фекальками иногда и так далее. И есть пораженные в голову. Их видно. И вот два примера поражения в голову. Потому что если люди поражены в голову, причинно-следственные связи, они вот такие агрессивные, они вот такой бред говорят. И поражение этих людей, что-то плохое с ними произойдет на физике, это лишь вопрос времени. Как минимум, едет крыша и начинает вот так на всех и безосновательно кидаться. Ибо я Рому не трогал. Ну вот крайний и очень яркий пример того, как работают критики цельнозора. По-моему, все понятно и картина маслом. Поэтому будем бдительны и продолжаем сражаться. Ибо все только начинается. Добра. КОНЕЦ